Девушки отдыхают Все краски лета и насладимся прекрасным Приготовим тарт с помидорами Тарт это французский вариант открытого пирога С тонким тестом и обильной красивой начинкой Помидоры для начинки я возьму сезонные, разноцветные, большие и маленькие Призову вдохновение и возьмусь за дело как художник Ну просто, ну елки-палки, ну какие же вы красивые Помидоров, сортов бывает куча Сейчас их выращивают одни, вторые, третьи На юге приедешь там кривые, там такие, там желтенькие Даже сейчас я каждый раз удивляюсь Всю жизнь думал, что зеленые помидоры ядовитые Меня это мы еще в техниках учили на товароведении А сейчас раз смотрю, маленькие помидоры черри продаются Зеленые Ешь сладкие и вкусные Красненькие, бордовые, красивые Такие есть Есть желтые большие Есть желтые сливовидные Из этих помидоров сделаем красоту Но начнем мы с теста Потому что сначала нужно подготовить базу, основу А потом всю эту красоту будем туда выкладывать Тесто для тарта делается быстро Главное учесть несколько нюансов Первый, сорт муки Для теста нам понадобится 180 грамм муки Цельнозерновой, пшеничной Это не когда зернышко обрабатывают полностью И только серединки там из какой-то части делают муку А здесь еще у тебя вот эта вот сверху оболочка Она тоже входит в муку Что придает определенную пользу Все, 180 грамм 181 Чуть никому не говори Дальше щепотка соли Обязательно И теперь нам нужно сливочное масло Потому что тесто, оно такое должно быть жирненькое За счет этого рассыпчатое Масло должно быть холодное Нарезаем небольшими кусочками Прямо так вот, опа И кидаем туда Обязательно плотное должно быть масло Если будет мягкое, у вас уже получится, знаете, такое тесто Кашеобразное Будет слишком мягкое Далее берем руку и перетираем муку с маслом Видите, такие небольшие комочки масла Соединенные с мукой Вот за счет этого как раз у вас и текстура теста получится прикольная Добавляем немножко вкуса тесту Сушеный базилик Базилик же с помидорами сочетается Сочетается У нас сверху не будет базилика У нас будет в тесте Дальше льняные семечки Если вдруг льняные семечки не хотите использовать по какой-то причине Возьмите любые другие семечки Можете кунжутные кинуть туда Можете кинуть семечки подсолнуха Тыквенные Короче, как угодно А чтобы наше тесто лучше скрепилось Добавляем в него пару столовых ложек обычной воды и вымешиваем Вот такое тесто должно получиться И воды не перелейте Вы видели, буквально чуть-чуть я добавил Чтобы было тесто эластичное Нужно, чтобы оно постояло Поэтому делайте такой небольшой шарик Чуть прессуете и убираете в холодильник Через 15 минут тесто можно спокойно раскатывать И сразу приготовьте круглую форму с бортиками Где будем выпекать тарт Раскатываем тесто между двух пластов пергамента Хопа! Накрыли вторым пергаментом И скалочкой погнали раскатывать Вот так вот Вот так вот Короче, надо, чтобы тесто получилось по площади Чуть больше, чем эта тарелка Почему? Потому что тесто, оно упадет внутрь И еще пойдет на бортики То есть раскатываем чуть больше по площади Давите в центр И вот так вот по периметру Раз Два Три Опа! Снимаем пергамент Перекладываем форму Хоп! Поднимаем краешек И немного продавливаем Поднимаем, продавливаем Поднимаем, продавливаем И не переживайте, что края будущего коржа неровные Так и должно быть Это наша основа Ее нужно выпечь в духовке Есть один нюанс Будем выпекать просто в духовке Она немножко поднимется Поэтому есть такой лайфхак Берете этот же кусочек пергамента Прокладываете внутрь И потом насыпаете туда фасоль Это фасоль специально Которая используется для таких штук Для кишей Для каких-то пирогов Когда нужно сделать основу Но так, чтобы она не поднялась Фасоль будет давить И тесто не будет подниматься И в итоге получится идеальная форма Ставим корж выпекаться Через 15 минут Открываем духовку И убираем фасоль Груз больше не нужен Видите, коржик никуда не делся Плотненький, хороший А теперь, чтобы он у нас подпекся Стал хрустящий Закрываем И еще допекаем 5 минут Фасольку Смотрите Мы ее так раз Сыпаем в баночку И ставим на полочку И в следующий раз Когда мне нужно будет приготовить Такую же вкуснятину Или какой-нибудь киш Еще что-то Я вот эту фасоль буду использовать Очень-очень долго 5 минут прошло Пора доставать корж Смотрите, какой классный коржик Пока коржик остывает Сделаем вкусный Сливочный крем Корж будет рамкой для нашей картины Сливочный крем холстом А помидоры красками Соберем все вместе И получится шедевр И для начала мне нужно сливки Вам нужно взбить сливки Чуть-чуть Самые жирные Взбиваем Надо, чтобы сливки стали плотными И увеличились в объеме Все Это первый ингредиент А второй ингредиент Это творожный сыр с ароматной зеленью Здесь петрушка, укроп, лук и чеснок Вместе с помидорами и с этим тестом Будет просто фантастика Теперь этим же миксером Взбиваем все вместе Но не сильно Здесь надо просто перемешать Вот так Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Все Все Будете сильно взбивать Немножко у вас жижи будет текстура Потому что сыр станет очень мягким Сливочный крем холст готов Теперь подготовим краски Теперь режем помидоры Начинаем с большого Желтенького Крупно надо нарезать Прям такими кругляшочками Красивыми Затем Вот такой помидор Ой, какой красавчик, да? Вот он будет прям очень выигрышным В нашем блюде смотреться Пускай у вас будет очень острый нож Чтобы у вас не мялись помидоры А именно нарезались Теперь сливовидный желтый Тоже вот такими вот кружочками А вот с разноцветными черри Поступим немного по-другому Мы берем вот помидорку На две части раз На две части два А потом какую-нибудь круглую Вот такими вот кружочками Разный стиль Художник ведь тоже мазки разные делает Представьте, что это ваши Мазки краской будут Только помидорной Красные черри, пару штук Я даже оставил с веточками Это будет очень хорошо смотреться Палитра цветов Сейчас будем наносить на холст Берем, значит, нашу форму Выкладывайте сливочный крем Размазываем равномерно по всему слою Ах, красота, да? Уже вообще тесто-крем просто вообще бомба Начинаем рисовать помидорами Сначала наносим крупные мазки Профессиональные художники называют это подмалевка Такой, значит, слайсик пошел у нас Хоп Потом у нас пошел желтенький Немножко внахлест Потом у нас пошел розовый Опять давайте пошел вот такой вот бордовый, красивый Хаотично кладем Не надо тут здесь прям делать Знаете, как душа поет, так и выкладывайте Обозначаем акценты на нашей помидорной картине Разноцветными томатами черри Вы одними помидорами не засыпете другие А у вас будут везде разные виднецы Бомба вообще просто помидорная, красивая такая Я думаю, достаточно Ну и осталось только обозначить цветовые блики Нужна зелень Берем немножко зеленых листиков руколы Хотите в одном направлении Хотите Хаотично Лепесточки соли Знаете, что такое? Когда добывают соль, намывают морскую воду В таких прибрежных территориях Собирают такие кристаллики соли сверху Потому что ветер их прям вымывает Вот таким вот образом выдувает И получаются такие прикольные кристаллы соли Они выглядят вот так вот Мишленовские шефы их используют На самом деле иногда можно купить в магазине В России называются пирамидки Ну видите, это такие вот хлопья красивые И потом, знаете, эта соль, она такая нежная и вкусная Потом она где-то попадается на продукте Так похрустывает и солонит все вокруг Это крутая вещь Вы можете взять любую крупную соль Если не нашли такую Последний мазочек Оливковое масло Оно сюда прям идеально Картина под названием Тарт с помидорами Получилась яркой, сочной И будьте уверены, что вкусной Хоть сейчас в галерею Художник Создавал эту картину В период полного расцвета сил У него было все Прекрасная семья Крепкое здоровье Хорошее положение в обществе Но чего-то ему не хватало в жизни И вот в этот период Он как будто бы свою боль Свои переживания В то же время Любовь передал На этом холсте Ну про боль-то я загнул А вот про любовь В самую точку И вот поверьте мне От такого кусочка С этим цельнозерновым Хрустящим Рассыпчатым тестом С этим вкусным Творожным сыром С зеленью И свежими Наивкуснейшими помидорами Да еще и с таким Внешним видом Да вы просто Поразите любого Какое идеальное сочетание Вообще Помидор он такой классный Кислый, сладкий Вот этот творожный крем С зеленью Прям знаете Балансирует Добавляет вкуса И кажется Что теперь вот все есть А потом Хрустящее Рассыпчатое Тесто Из цельнозерновой муки Вот и картина сегодня Получилась Просто загляденье Чтобы создать Такой живописный Тарт с томатами Возьмите Разноцветные помидоры Цельнозерновую муку Сливочное масло Льняные семечки Сушеный базилик Творожный сыр С зеленью Сливки Руколу Оливковое масло И крупную соль Лепестками Кусок тарта Со сливочным кремом И помидорами 90 рублей